МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Уваровское телевидение. Информационная программа «Наш город» в студии. Любовь Дьячкова. Главная тема сегодня. Комсомолу посвящается. В мемориальном комплексе Победы состоялось торжественное открытие панорамы героям-комсомольцам с памятным камнем. Образование через всю жизнь. Уваровские жители стараются не отставать от мировых трендов и учиться новому благодаря реализации на территории города федеральных проектов. Тематические уроки, родительские собрания, конкурсы, викторины, флешмобы. Город Уварово присоединился к Всероссийской неделе безопасности дорожного движения. В мемориальном комплексе Победы города Уварово открыли панораму с памятным камнем в честь героев-комсомольцев. Инициаторами открытия памятника стали несколько бывших активистов комсомольской организации. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Комсомольцы – это активисты своего времени. Они сражались на фронте, трудились в тылу, восстанавливали послевоенное хозяйство, осваивали целину и строили бам. Были лидерами на производстве. На них равнялись, с них брали пример. Вот и сегодня поколение комсомольцев старой закалки не растратило своего энтузиазма. Именно инициативная группа, в которую вошли восемь бывших комсомольских вожаков, занялась судьбой памятника, который в честь первых комсомольцев-уваровцев был установлен в 1988 году на улице Интернациональной. В 90-е годы план по созданию сквера не удалось реализовать. И вот теперь в мемориальном комплексе «Победа» появилась целая панорама, которую торжественно открыли. «Это то, что мы не должны забывать», – отметил глава города Уварова Владислав Денисов. Без истории нет будущего. Без истории нет нации. И я очень благодарен. Благодарен активистам, комсомольцам. Несмотря на появившуюся дину, ваша активность, ваше лидерство позволило восстановить отрезок истории, который расположился здесь, в сквере «Победы». Сюда приходят горожане. И это будет дополнительным патриотическим воспитанием нашей молодёжи. Это будет сохранение памяти. Памятник героям-комсомольцам занял центральное место в мемориальном комплексе «Победа» напротив панорамы «Во имя мира», открытой к 75-летию Великой Победы. Ведь, по словам выступающих на митинге, именно комсомольцы всегда находились в первых рядах, защищая Отечество. Бывшие активисты организации, которая внесла огромный вклад в героическую историю нашей Родины, перерезали красную ленточку, возложили цветы к памятнику и передали в городской музей капсулу с посланием для потомков. Мы, рождённые в 50-е и 60-е годы XX века, мы, имевшие честь состоять в рядах всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи, которому сегодня исполняется 125 лет, обращаемся к вам, нашим потомкам. Через всю историю своего существования комсомол пронёс священную верность идеалам и героическим традициям ВЛКСМ, патриотическому и интернациональному долгу, вписав в скрижали славы немеркнущие страницы доблести и мужества. Мы уверены в том, что вы будете свято беречь историческую память, крепить преемственность поколения. Сохраните и передадите наш опыт своим детям и внукам. Шесть орденов на знамени Ленинского комсомола – свидетельства выдающихся заслуг ВЛКСМ, которые навсегда останутся примером беззаветной любви и служения своей Родине. Комсомольцы, добровольцы, мы сильны, наши верные души, сквозь огонь мы пройдём, если нужно, только так, можно счастье найти. Комсомольцы, добровольцы, надо верить в любви и в советном виде, и в солнце порой при засветах, но я так, можно счастье найти. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, наш город. Учиться никогда не поздно, считают уваровцы, особенно если знания необходимы для организации плодотворной работы. Жители города, которые прошли обучение в Институте дополнительного профессионального образования, получили заветные дипломы. В торжественной обстановке их вручил глава города Владислав Денисов. На собрании в администрацию были приглашены уваровцы, которые уже не в первый раз стали обладателями документа об образовании. В торжественной обстановке вручали дипломы тем, кто прошёл переобучение в рамках реализации национального проекта «Демография», федеральных проектов «Старшие поколения» и «Содействие занятости женщин». Это программа, осуществляемая службой занятости населения совместно с Институтом дополнительного профессионального образования Тамбовского государственного технического университета. В числе участников проекта – председатели домовых комитетов и ТОСов города. Они прошли онлайн-обучение по основам тарифного регулирования, управлению многокартирными домами и другим вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Глава города Уварова Владислав Денисов отметил, что полученные знания необходимы для выстраивания эффективной работы. Для нас очень важно, чтобы был настроен то взаимоотношение между управляющей компанией и людьми, которые сегодня платят свои деньги. Мы открыто сегодня должны говорить о том, что всё содержание общего имущества и преддомовой территории осуществляется за средства жителей. И эти средства должны расходоваться очень экономно и эффективно. Чтобы получить желаемый результат, пришлось немало потрудиться, но усилия того стоили. И когда взаимодействие налажено, работу необходимо продолжать, считает глава города. Мы всегда готовы к сотрудничеству. Обратилась к присутствующим доктор экономических наук Наталья Злобина. Та программа, которая была реализована, действительно, мы её согласовывали очень долго, мы получали обратную связь, после этого её формировали, меняли несколько раз. Она не может быть неизменной и дальше. И вот сейчас я даже попрошу вас обязательно сказать ответное слово. Возможно, что-то не учли. Возможно, вы считаете, какую-то тему нужно обязательно включить для того, чтобы сделать программу ещё лучше. Или, возможно, вам нужны семинары по каким-то отдельным темам. Мы организуем воедной десант и приедем к вам, привезём практиков для того, чтобы пообщаться на интересующую вас тему. Помимо представителей домкомов и ТОСов, дипломы также вручили сотрудникам ряда учреждений – женщинам, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до трёх лет. В ходе обучения они смогли получить новые знания по необходимым для себя направлениям. Город Уварово присоединился к неделе безопасности, посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, которая пройдёт на территории всей страны с 21 по 25 сентября. Акция призвана привлечь внимание самой широкой общественности к вопросам снижения аварийности с участием несовершеннолетних. Как правильно себя вести на проезжей части, перевозить детей в салоне автомобиля, применять свето-возвращающие элементы. Безопасность детей на дорогах – задача номер один для госавтоинспекции, учреждений образования, общественности и, конечно же, неравнодушных родителей. А потому в образовательных учреждениях города проходят не совсем обычные уроки на знания правил дорожного движения. В игровой форме дети, в одном лице и пешеходы, и велосипедисты, и пассажиры, отвечают на вопросы, решают требусы, участвуют в тематических викторинах. Таким образом, сотрудники ГИБДД помогают школьникам освежить дорожные правила после долгих каникул. Во всех образовательных организациях проводятся минутки безопасности. Также пройдут открытые уроки, конкурсы, викторины, флешмобы, акции по безопасности дорожного движения. 25 сентября 2020 года пройдет Единый день безопасности дорожного движения. Мероприятия будут задействованы государственная автомобильная инспекция, образовательная организация, общественность, средства массовой информации, и, конечно же, дети, взрослые. Уроки на знание дорожных правил являются составной частью недели безопасности дорожного движения, старт которой был дан в Уварове 21 сентября. Ее основная цель – профилактика детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма и снижение аварийности с участием несовершеннолетних. Достичь ее возможно только благодаря совместным усилиям. А потому за партами не только дети, но и их родители, которым сотрудники ГИБДД напоминают о правилах перевозки, необходимости применения световозвращающих элементов, безопасной эксплуатации детьми вело- и мототранспорта, а также гироскутеров, сигвеев, моноколес. Родители – это в первую очередь образец для своего ребенка. И как родители поступают на дороге, в большинстве случаев дети точно так же и делают. Мы надеемся, что родители будут сами соблюдать правила дорожного движения и оказывать положительное влияние на своего ребенка. Проблема детской безопасности на дорогах остается одним из актуальных вопросов. Так, в прошлом году с января по август на территории обслуживания МОИ МВД России Уваровские было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В 2020-м ни одного. Чтобы положительная статистика сохранялась и дальше, по словам госавтоинспекторов, правила дорожного движения необходимо не просто знать, а соблюдать и выполнять. Этот урок должны усвоить и взрослые, и дети. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов для рубрики «В рамках закона». Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге, и знаком кивка сказали спасибо. Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. На сегодня это вся информация. Не забывайте, что лучшие сюжеты вы всегда сможете пересмотреть на нашем сайте и YouTube-канале. А интересные темы предложите по телефону редакции 4-61-10. До встречи на канале Уваровское телевидение. Субтитры подогнал «Симон»!